Гидронефроз правой почки второй степени. Такой диагноз поставили 4-летнему Эдвину Исанову в день, когда он появился на свет. Детям с таким заболеванием полагаются квоты. Однако маме маленького Эдвина уже несколько лет не удается оформить инвалидность ребенку. Мирамур Салкинбаева расскажет подробнее. Эдвину Исанову нет и 5 лет, а историю болезни скоро и вписать некуда будет. Свою первую операцию Эдвин перенес в полгода. У него хроническая почечная недостаточность второй степени. На сегодняшний день Эдвин чувствует себя хорошо. Но стоит только измениться погоде, как у Эдвина начинается обострение. Боли в поясницах, насморк, словом не встает с постели, рассказывает мама Кристина Исанова. Часто болеет, постоянно вирусы, постоянно мы аденоиды с ним еще плюс вырываем. У нас, видать, на фоне вот этого иммунитет расслабленный и все вот эти болячки вылазят. Аденоиды каждый год ездим, вырываем, тоже не помогает. Постоянно, не каждый год они вылазят. Последняя причина, по которой представители медицины не оформляют инвалидности, это то, что ребенок не прошел полного обследования в столице. Кристина и на это согласилась. Выполнила прихоть врачей. Затем врачебно-страховая экспертная комиссия выдумала новый повод. Во-первых, мы уже не первые. У нас в Абайе очень много мамочек, кому отказали в этом году абсолютно не по причинам, а просто взяли и отказали. Что якобы по этому диагнозу они инвалидность не дают. Тем временем, нефролог областной детской поликлиники Кульзия Жактаева утверждает, что если у ребенка хорошие анализы и есть одна почка, то он является здоровым. Нужно отметить, что Эдвин перенес две операции. Вместо жизненно важного органа ему поставили пластик ЛМС Хаймес Андерсена. Это означает снижение функции почек. Что-то соответствует хронической болезни почек. Хроническая болезнь почек это одно. Это предболезнь хронической почки недостаточности. Это вторая стадия будет. И вот я выставила диагноз ребенку. Врожденную аномалию мочеводящей системы, врожденный гидронефроз права. Состояние после пластики лоханочного-очисточникового сегмента по ХНС. Но оформлять инвалидность ребенку все-таки нужно, говорит она. Конечно, такому ребенку желательно оформление инвалидности. Но это на усмотрение. Я не имею права писать, оформить. Просто пиши-пиши. Решить вопрос о оформлении инвалидности детства. Такому-то мой ребенку. Препараты, которые рекомендуют для Эдвина, по заказу привозят из России. Со слов мамы, все деньги уходят на лечение. Документы для оформления инвалидности сыну имеются у мамы Кристины Исановой в полном объеме. И вот тут все рекомендации у меня есть, что инвалидность не рекомендована, что на какой, ну, какие диагнозы, что вот это все здесь есть. Теперь с полным пакетом документов в самое ближайшее время Кристина намерена отправиться в Министерство здравоохранения. Мирамгуль Салхимбаева, Толегин Рашид, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.